Уважаемый Николай Ваевич, уважаемые коллеги, уважаемые члены делегаций, рад всех вас приветствовать на заседании Евразийского межправсовета и хочу поблагодарить наших армянских друзей за традиционно блестящую организацию всех мероприятий. Передаю всем также наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. В следующем году Евразийский экономический союз отпразднует свое уже десятилетие. Мы видим, что региональная интеграция становится таким эффективным инструментом развития. Она позволяет, в первую очередь, обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе. За время существования союза взаимной торговли наших государств выросло практически на 90%. Совокупный валовый внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются и инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную также динамику наблюдаем на рынке труда. Число безработных в июне месяце этого года сократилось почти на 11%. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании главам стран «Пятерки» в январе выступил с инициативой вместе обсудить ход реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции. И также начать подготовку новых документов долгосрочного планирования, которые определят векторы взаимодействия на перспективу. В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем, что помимо доклада о проделанной работе, важно представить нашим лидерам конкретные инициативы по наполнению нашего сотрудничества. Здесь мы предлагаем зафиксировать их в декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Ну и принять этот стратегический документ на заседание Высшего Евразийского экономического совета, где соберутся наши лидеры в конце года. Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом и в то же время привлекательным, открытым для других партнеров. В приоритете продолжение формирования общих рынков товаров, услуг, финансов и инвестиций. Также рабочие силы для улучшения качества жизни и для повышения благосостояния наших граждан предпринимательской активности. Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ключевыми ресурсами. Но в первую очередь речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. Тема эта приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками, в том числе зерна на глобальный рынок, который мы наблюдаем. Союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Выпуск сельхозпродукции у нас значительно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,5%. В первом полугодии текущего приблизился к 3%. Страны пятерки будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний, ну и, конечно, на внешний рынке. Мы также полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. Очень важно совместно развивать и геологоразведку, и инфраструктуру, которая необходима для стабильного и без перебойного снабжения людей и бизнеса этими важнейшими ресурсами. Еще одно очень важное, значимое направление – это раскрытие технологического и промышленного потенциала. Президент России Владимир Владимирович Путин предложил объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущих секторах экономики. Это и автомобилистроение, и химическая промышленность, транспортное и сельхозмашиностроение, альтернативная энергетика, микроэлектроника, авиа- и судостроение, цифровые экосистемы, фармацевтика, биотехнология, семеноводство. Я могу перечислять здесь очень много этих направлений. Мы уже сделали целый ряд серьезных шагов для углубления промышленной кооперации, чтобы наладить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. В частности, за шесть месяцев этого года промпроизводство в Союзе выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Способны добиться больших результатов, и рассчитываем, что этому послужит запас в скором времени национальных механизмов финансирования перспективных проектов за счет союзного бюджета. Несколько слов скажу о транспортно-логистической инфраструктуре. Особое значение, как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, сегодня приобретает развитие бесшовных и безопасных международных транспортных коридоров, связывающих наше государство, государство пятерки. И решение этой задачи входит в число приоритетов российского председательства. Считаем необходимым плотно координировать наши усилия по совершенствованию пассажирского и грузового сообщения, по внедрению электронных товаросопроводительных документов, ну и по продвижению целого ряда новых инфраструктурных проектов. Еще одна важная тема – это расширение нашего взаимодействия в сфере финансов и инвестиций. Сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах. К системе финансовых сообщений подключено 80% банков государств пятерки. Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Внедрять евразийскую систему рейтингов. Мы таким образом улучшим инвестиционный климат, но и повысится, что самое главное, безопасность расчетов и, соответственно, устойчивость наших экономик. Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов, формирующихся многополярного мира, и остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами, ну и с другими региональными объединениями. Нужно это и для построения большого евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Реализация этой стратегической инициативы позволит создать вокруг Союза такое общее экономическое пространство для равноправного сотрудничества и очень широкий интеграционный контур. Ну и также разделенная сеть торговых соглашений. Можно будет просто эффективнее решать крупные технологические задачи, ну и наладить соответствующие производственные цепочки. И я хочу призвать всех нас активнее включаться в такую работу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для каждого из наших государств самым ценным был и остается человеческий капитал. И крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни наших людей, которая будет базироваться на экономике знаний. Добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, государственного управления через совместные проекты, как в сфере науки, культуры, спорта, туризма, чтобы выйти на более высокий уровень интеграционного взаимодействия. В условиях сложной внешней конъюнктуры, без прецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада, наш Союз проходит сегодня проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность. Я глубоко убежден, что вместе страны-пятерки способны найти взаимопримеримое решение по самым сложным вопросам. И мы ведь умеем и слушать друг друга, и договариваться на благо наших народов. Спасибо за внимание.